Лёгким взмахом руки дирижёра начинается выступление военного оркестра из Читы. Ранним утром он открыл концерт в центре Иркутска в рамках фестиваля «Байкальские духовые ассамблеи», который организовал Иркутский областной дом народного творчества. В этом году военные оркестры на фестивале выступают впервые. Коллективы из Читы, Юргы, Улан-Удэя и Иркутска показывают мастерство вне конкурса. Очень понравилось. Сразу видно, профессионалы играют, наверное, долго и давно. Мы просто сами музыканты и удивляемся качеству их игрок. Пока концерт в центре города радовал музыкой иркутян, в областной школе искусства и во дворце детского творчества два дня шли прослушивание участников конкурса. Заявки подали взрослые детские коллективы. Наш регион представляли музыканты Устилимска, Братско-Усольского и Иркутского районов. А это представители Тайшета. В оркестре смешанный состав. Участникам от 13 до 70 лет. Исполняют на конкурсе два произведения. Композицию из известного фильма «Солист трубач» и строевой марш гвардейцев-минометчиков Чернецкого. Как рассказал дирижер, музыканты увлечены. Стараются показать свои возможности на сцене на 100%. Люди работают, люди стараются. В силу своих возможностей, в силу своих физических возможностей здоровья. В первую очередь для духового музыканта нужно здоровье отменное. Потому что это все-таки большая нагрузка на организм. Кстати, коллектив из Тайшета выступил на главной феерии байкальских ассамблей. На большом плацконцерте около памятника Александру Третьему. Здесь показали себя лучшие по разным направлениям. Оркестровое исполнительство, ансамблевое и сольное. Все очень порадовали. Видимо, понимая ответственность большую. И то, что и жюри очень представительное. У солистов были представители консерватории. Мне очень важно было, чтобы обязательно были главные люди музыкальных вузов Сибири. Для того, чтобы было продолжение в обучении у детей дальше. Областной Дом народного творчества проводит этот фестиваль второй раз. В этот год, год культурного наследия народов России, особенно масштабно. Выступили 400 человек из 9 регионов страны. Зрители вживую насладились духовой музыкой и красотой праздника, где музыканты показали яркость творчества. Это невероятная семья, духовое сообщество, вообще Российской Федерации. Один, как все, и все как один друг друга понимают на языке музыки, общаясь, и общаясь в принципе на языке человеческом. Мы понимаем, зачем мы это делаем, для чего мы это делаем. Это так всех нас объединяет. И когда это звучит одновременно, вместе и с этим посылом, мы, конечно, доходим до каждого, кто это слышит и кто это видит. Дарья Макарова, Сергей Коваленков. Новости. Сейчас.